и привет снова и снова я и с нами уже в гостях другой гость это софия меня зовут илья короза мы на радио kids fm рига вот мы сейчас посмотри пресса всем привет меня зовут софия вот ты сейчас посмотрела как выступает наша одна радиоведущая агния гусила тебе понравилось как она выступила и или нет или да мне очень понравилось потому что насколько я знаю эта песня на не в стиле час на на и обработала и тело в джазовом стиле и мне это очень понравилось так нестандартно ясно откуда ты приехала и как давно ты занимаешься вокалом я приехала из украины из города киева это столица украины и занимаюсь вокалом я с 5 лет уже как почти 7 лет ты уже была на в прошлом году на рига симфонии и получила гран-при да а что ты в этом году получила в этом году я принимала участие в трех номинациях это полик латвийский композитор и мировой хит и во всех этих номинациях я взяла первое место золото поздравляю спасибо большое так и что ты вы нет как ты считаешь в этом году вообще были сильные участники или нет да в этом году были очень сильные участники и было очень интересно слушать потому что было очень много интересных песен и обработок таких как вот эта джазовая обработка в гала-концерте и было очень интересно а кто себе больше всего понравилось понравился или понравилось мне понравились все участники потому что они были по-своему индивидуальны и интересны. А ты завела вообще друзей, знакомых там? Да, я познакомилась с детьми из разных стран и, конечно же, со своими друзьями, которые из моей страны, я с ними еще больше сдружилась. А как ты считаешь, ты в этом году лучше подготовилась, чем в прошлом, и сложно было подготавливаться? Подготавливалась несколько месяцев к этому конкурсу. Но так как у меня было три песни, то надо было и больше работать над ними. Но так как я не прошла в гала-концерт, то, наверное, я в этом году уже спела. А как проходит подготовка там? Ты много занимаешься или ты по дороге в школу поешь? Я выбираю песни и потом начинаю их разучивать, слова учить и разные приемы, милизмы вырабатывать и потом, возможно, добавляю танцы, если это подвижная песня. И так потом впиваю-впиваю, пока это не будет идеально. А у тебя есть исполнитель, на которого ты равняешься? И вообще на кого ты берешь пример, кто тебя обучает, подготавливает? Мне очень нравятся Бейонсе, Кристина Гилера и Келли Кларксон. А кто тебя подготавливает? Мой педагог. И я дома сама занимаюсь с мамой. Спасибо. А приедешь ли ты в следующем году на Рига Симфони? Да, очень хочу приехать, потому что мне здесь очень нравится. Вот. Как ты борешься со страхом на сцене или у тебя вообще его нет? Нет, ну, конечно, страх каждый раз присутствует, это как будто бы первый раз. Но стараюсь я как бы успокоиться, там, пью водичку, пытаюсь себя настроить на хороший лад, поднять себе настроение и вот так каждый раз. Вот мы знаем то, что ты пишешь песни. Это, да? Да, я пишу песни. А вот как у тебя идет вдохновение? Может, на кого-то ты равняешься и в его стиль идешь? Я пока что ни на кого не равняюсь, потому что слышу многих исполнителей. И раньше я думала, ой, ко мне не пришло вдохновение, значит, я не могу ничего писать. Но сейчас я заставляю себя писать там по полчаса в день для того, чтобы просто нарабатывать этот скилл. И так хочу продолжать это делать. А ты сможешь сейчас петь кусочек своей песни? Да, могу. Если ты хочешь, если ты хочешь, чтобы не уйти, There'll be something to pray, there'll be something to pay. Если ты хочешь, если хочешь, чтобы не уйти, There'll be something to pray, there'll be something to pay. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Детское Евровидение, Голос Дети, Суперинтуиция, Круче всех и другие проекты. Какие у тебя планы на будущее? В будущем я хочу продолжать развиваться по пению, также совершенствовать свои танцевальные, актерские и игровые, ну как бы играть на инструментах. Хочу научиться больше, потому что хочу стать не просто певицей, а артистом. То есть не только петь, но и уметь как бы всего понемножку. А потом уже все это усовершенствовать. А как ты выбираешь себе образ к песне и кто тебе его делает? Может, ты его покупаешь? Иногда покупаю, иногда мы шьем этот образ. Это зависит от настроения песни и от смысла песни. То есть если песня веселая, то что-то яркое, для того, чтобы было в нем легко двигаться, для того, чтобы там можно было пританцовывать. Если это более спокойное, то что-то в более нежных тонах и там длинное платье. А как тебе вообще в Латвии, в Риге? Я в этом году еще не успела посмотреть Ригу, потому что очень насыщенная программа, и мне это нравится, потому что не успеваешь макнуть уже там, уже там все сделала, и здесь все виделся. Но я в прошлом году видела Ригу, и мне тогда очень понравилось. Кстати, ты в курсе то, что у нас недавно было столетие Латвии? Да. И побывала ты, успела, может, и была, я не знаю. На самом празднике столетия Латвии? На самом празднике? Нет, я не была. Ну, ты можешь посмотреть в Ютубе или в интернете, посмотреть, салют был очень красивый. У него вложили очень много терпения и всего. Хорошо, обязательно посмотрю. И вообще мы тебя приглашаем почаще приезжать в Латвию. И спасибо, что к нам приехала на радиостудию в Латвию вообще. Желаем тебе удачи. Спасибо большое. Пока. До свидания.